МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КРИК Это кадры из Светлогорска. 36-летний мужчина под действием наркотиков и алкоголя устроил соседям настоящий ад. Выбитые окна и крики о самоубийстве. Дмитрий, так зовут Дебошира, решил распрощаться с жизнью, но свой шаг он решил оставить в памяти у многих людей. В своей квартире на шестом этаже мужчина открыл газ и пообещал взорвать все и всех. Под угрозу встала жизнь не только самого наркомана, но и жильцов многоэтажки. На свободу! А-а-а! Мирные попытки успокоить Дебошира и просьбы его матери не помогли. Судя по ситуации, Дмитрий был готов на все. Пришлось вызывать ОМОН. Решение о штурме приняли, потому как другого выхода уже не было. Заходили с двух сторон. Пока одни ломали баррикады на входе в квартиру, другие спускались с крыши. Считанные секунды опасного соседа обезвредили. Такой результат отнюдь не редкость, а скорее закономерность. Свой профессионализм, четкость и слаженность действий ОМОНовцы отрабатывают регулярно. Сотрудники отряда милиции особенного назначения в конце года сдают зачеты по специальной, тактико-специальной, медицинской, физической и огневой подготовке. То, что вы с вами видели, это один из этапов сдачи именно по тактико-специальной подготовке. Подготовиться к условиям, в которых окажешься на деле, просто невозможно. Никогда не знаешь, на что способен преступник. Потому на занятиях для бойцов стараются создать условия, максимально приближенные к реальности. Боец должен уметь вовремя сориентироваться, подстроиться под обстоятельства и, главное, победить. Сотрудники нашего подразделения участвуют во всех проводимых органами внутренних дел специальных операций. Поэтому это и работа по задержанию лиц, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков. Лиц, подозреваемых в различного рода коррупционных преступлениях. Абсолютно все направления, где нужна силовая поддержка, мы всегда готовы прийти на помощь, всегда оказать помощь нашим коллегам из районных управлений внутренних дел. И готовы поучаствовать в проведении любых задержаний. Хорошая физическая подготовка – это важный фактор. Но еще необходима выдержка и стратегия. Каждое движение должно быть выверено и продумано. Присутствие бойцов ОМОНа на больших праздничных площадках никого не удивляет. Люди в форме обеспечивают порядок и охрану. И как раз в такие моменты выдержка, милицейское спокойствие просто необходимы. Добрый документ ваш, предъявите, пожалуйста. Истепил глацан. Эту компанию сотрудники патрульно-постовой службы заметили издалека. Место знакомое здесь частенько собираются компании. Владимир Анатольевич, не грубите. Что вы здесь делаете? Какой цель здесь? Кинул. Потому что нам в Минске кинули, поэтому едем до вас кинул. Вы мне скажите, почему нарушаете общественный порядок? Прошу прощения, мы вообще выпили капельку. Честно вам скажу. Отсутствие работы не дает вам повод? Вы знаете, я хотел тоже. У меня, допустим, юридическое образование. Что вы пьете? От коня. А чего у вас? От столицы. Как говорят сами сотрудники ППСМ, подобных компаний за смену встречается с десяток. И у всех уважительная причина. Кто-то пьет от отчаяния, а кто-то наоборот. От радости. Основная проблематика – это распитие алкогольных напитков в общественных местах. Именно на детских площадках, парках, скверах. Ну, сейчас погода не сильно благоприятствует. Но, тем не менее, находятся люди, которые злоупотребляют алкогольными напитками. Поэтому мы таких людей изымаем с улиц с последующим доставлением в дежурную часть или на опорные пункты с составлением протоколов на них. За спокойствием и безопасностью в каждом районе следят сразу несколько патрулей. Есть дозоры более мобильные – это на машине. Есть пешие. Количество зависит, как правило, от степени криминогенности. За рабочую смену – это 12 часов, говорят милиционеры – бывает до 10 вызовов. А что вообще входит в задачу вашего? Пресекать преступления и административные правонарушения. Наиболее частые, скажем так, нарушения. Наиболее частые нарушения, как я сказал, это только распитие. Обычно это происходит после 6 вечера и выходные дни. К примеру, если распивают, я заметил это. Я подхожу, представляюсь. То есть, говорю, вот вы там нарушили общественный порядок, ну, то есть такую-то, такую-то статью нарушили, тут запрещено распитие. Прошу предъявить их документы. Ну, то есть, если люди понимают, конечно, по-хорошему, тоже всех подряд под одну гребенку не будешь брать. Охватить каждую улицу и каждый двор физически невозможно. Профилактика существует благодаря мониторингу наиболее криминогенных районов Минска. И, как ни странно, это работает. На сегодняшний день у нас не столько много личного состава, чтобы выставить на каждой улице патруль милиции. Поэтому тщательно проводится анализ, и сотрудники органов внутренних дел выставляются для охраны общественного порядка, в первую очередь, там, где, возможно, могут совершаться административные правонарушения преступления. Человеческий фактор – важный, исключительный момент в работе МВД. Что бы ни произошло, что бы ни случилось, наши люди всегда обращаются к милиции. Помогать приходится и малышу, что не может найти свою маму, и женщине, которая потеряла свою сумку, не говоря уже о розыске преступника, того, что украл, угнал, разбил или убил. Сотрудниками операционной дежурной службы осуществляется мониторинг путем просмотра камеры видеонаблюдения железнодорожного вокзала станции Минск-Пассажирский. При обнаружении каких-либо подозрительных личностей, информируется наряд, который несет службу путем патрулирования, и проводятся досмотровые мероприятия. Железнодорожный вокзал, врата Минска. Ежедневно здесь бывает не менее 160 рейсов, а обычный пассажиропоток – около 40 тысяч человек. И это, подчеркиваю, обычная нагрузка. В выходные дни количество пассажиров увеличивается вдвое. Более 200 камер наблюдения ведут контроль ситуации. В мировом масштабе это мелочь. В пример можно привести Лондон. 4 миллиона 200 тысяч камер видеонаблюдения. Что получается, когда спецтехника работает на благо человечества, мы знаем. Но еще больше эффект получается, если к технике добавить человеческий фактор присутствия на месте событий. Такой тандем позволил задержать на вокзале вооруженного боевика, якобы участника АТО в составе правого сектора. Сотрудники милиции проявили бдительность, подошли к нему с целью установления личности. В ходе дальнейшего диалога сотрудники милиции поняли, что не ошиблись. У гражданина сквозь верхнюю одежду как раз-таки был виден бронежилет. Отпираться было поздно, да и незачем. Необычного гостя отвели в комнату досмотра. Уж там подозрительный мужчина удивил. Сотрудников милиции еще больше. Были обнаружены в куртке и пистолет, и самодельное взрывное устройство, и справка о том, что он принимал участие в антитеррористической операции в Украине в составе правого сектора. Можно рассмотреть набор боевика поближе. Здесь выложены практически все вещи, которые на данный момент представляют интерес для следствия. Справка подтверждает пребывание владельца в зоне АТО с 6 августа этого года. Далее самодельное взрывное устройство на основе осколочной гранаты ВОК-17 к станковому гранатомету. Хорошо, спасибо. Одну минуту вынимаем, полковник. Сумку будет и на 8 минутах. Запрещенные вещи, предметы. Нет, все рабочие. Хорошо, приоткрывайся сумку, посмотрим. Одну минуту. Посмотри, дотектора. Присутствие милиционера в каждом поезде физически невозможно. Хотя есть направление, где присутствие человека в форме просто необходимо. Зависит это, как правило, от направления движения. Хотя и в тех составах, где правоохранителей нет непосредственно в вагоне, работа налажена так, чтобы у преступника просто не было шанса. Налажено тесное взаимодействие с работниками железной дороги, в частности с проводниками, начальниками поездов, которые при... то есть пассажир обращается к начальнику поезда, начальник поезда знает однозначно, куда ему нужно сообщить. То есть ближайший отдел милиции. Времени на выяснение обстоятельств у инспекторов, как правило, немного. Недавно на Барановичском направлении участились кражи. У нескольких пассажиров пропали вещи. Преступника нашли в кратчайшие сроки. Девушка подсаживалась к спящим пассажирам, после чего у последних исчезало имущество. Даму, естественно, задержали. Есть определенные у нас навыки раскрытия данных преступлений и вычисления данных людей. К тому, в многих поездах на сегодняшний день стоят видеонаблюдения, которые нам также помогают в раскрытии преступлений. Но в остальном это, конечно, наша оперативная работа. Аэропорт – еще одна площадка, где всегда многолюдно. Об этом говорят и цифры. Каждый день отсюда улетают и сюда прилетают не менее 8 тысяч человек. Как отмечают в Минском ОВД на воздушном транспорте, через воздушную гавань проходит около 40% всех нарушителей. И это только в столице. Наши сотрудники, в основном, это сотрудники досмотра, которые занимаются охраной общественного порядка в контрольной зоне. Там, где уже идет отсев пассажиров непосредственно, так называемая чистая зона. Распознать преступника необходимо еще до того, как он сдал вещи в багаж. И тем более поднялся на борт. Наши сотрудники проходят обучение такому виду, как профайлинг, которые по внешнему виду пытаются обнаруживать лиц, склонных к совершению правонарушений, в том числе террористической направленности, наркотической направленности, неадекватных, что можно, по большому счету, в дальнейшем обратить на себя внимание. Даже в идеальной работе бывают исключения. Рейс к Минску-Таиси. 40-летний мужчина внезапно решил, что лететь в Грузию, куда изначально направлялось судно, он не хочет. Куда ближе ему, например, Италия, причем отказа нарушитель не принял. И в таком случае пообещал взорвать самолет. Просьбу хулигана выполнили, и попал он прямо в центр Европы, в Беларусь. После недолгих переговоров дебошир сдался. В настоящее время модернизирована система обнаружения взрывчатых веществ, которая должна отслеживать и обводить в электронном виде те объекты, которые подлежат дополнительному контролю. Соответственно, отдельно досматривается багаж, отдельно досматривается ручная кладь, и отдельно досматриваются пассажиры. Международный учебный центр авиационной безопасности ИКАУ. Находится он на базе национального аэропорта Минск. Особое внимание уделяется именно сотрудникам досмотра. Эти люди выполняют, пожалуй, одну из наиболее важных задач – вычислить и задержать преступника. Хотя каждая ситуация и человек индивидуальны, есть все же некоторый набор признаков, на которые милиционеры в первую очередь обратят внимание. Если взять из наблюдения, то есть, ну, как чаще говорят, пассажир очень нервничает. То есть отличается, то есть обычная норма его поведения отличается от… как на самом деле человек должен действовать. Где-то он суетится, не может стоять на месте, подергивается, где-то еще так глядывается, пытается посмотреть, как эта процедура в дальнейшем там происходит. Зачастую, даже абсолютно не вызывающее подозрение пассажиры, пытаются провести запрещенные вещи. Маскировка на высшем уровне, но все равно провал. Если внимательно изучить, и работники, работая за рентгеновской установкой, выявляют, что также здесь находится и нож имеется, вилка, то, что запрещено в ручной кладе. То есть такое… ну, а на вид, казалось бы, обычная простая банка, в которой ничего нет. Если пассажир не желает избавляться, мы вызываем представителей авиакомпании. Представители принимают решение об допущении данного пассажира на борт воздушного судна, либо о недопущении. Это, конечно, крайности. Чаще люди понимают необходимость таких мер. Тогда, когда гражданин Туркменистана прибыл с поддельным паспортом, при этом собака среагировала на остатки наркотического средства героин, находящихся у него в кармане, буквально один грамм. При личном досмотре было установлено, что данный гражданин является контейнеровозом, контейнером сам, и у него было извлечено порядка свыше 600 грамм героина из желудка. Стоит отметить, что изобретательности преступникам не занимать. Их креатив не только поражает, иногда даже пугает. Дабы воплотить свои планы в жизнь, они идут на любой риск. Но все-таки стражи порядка оказываются на шаг впереди.